Продолжение следует... ...эксперимент мы и проводим. Поэтому сегодня, в субботний погожий или непогожий у кого-то день, мы сегодня начнем с нашу с вами встречу. Поговорим о развитии навыков говорения учащихся 5-9 классов. Для тех, кто меня не знает, представлюсь. Я Буров Илья Михайлович, ведущий методист издательства TITUL. Так, ну что же, начнем. Я так понимаю, что всем видно и слышно меня. Это очень хорошо. Если будут вопросы, смело их задавайте. Если будут комментарии, также смело их пишите. Все разберем, все обсудим и постараемся ответить на все, собственно говоря, вопросы, которые интересуют нас с вами сегодня, по той теме, о которой мы с вами сейчас поговорим. И для начала давайте попробуем задуматься и, возможно, кто-то из вас даже прокомментирует, ответит, что будет очень мне лично приятно. Собственно говоря, какими вопросами мы задаемся и на какие вопросы пытаемся ответить, когда говорим об обучении говорению в 5-9 классах. Какие вы видите трудности при обучении говорения на среднем этапе обучения? Что важно учитывать при обучении говорения в средней школе? Пользуетесь ли вы возможностями УКП или других различных, скажем так, различными ТСО при обучении говорения? Итак, буду рад, если вы прокомментируете, ответите. Это позволит нам с вами намного лучше сконцентрироваться на сегодняшней теме. И нас с вами хоть и не так уж и много, как-то я надеялся, что в выходной день количество участников будет намного больше. Но, тем не менее, я думаю, нас достаточно, чтобы ответить на эти вопросы. Особенно важен сейчас как раз первый вопрос, потому что, собственно говоря, вот эти трудности мы попробуем в течение дальнейших нашей встречи разобрать, показать, чем можно воспользоваться, что важно учитывать. Но очень интересно, как вы видите и думаете, эту проблему, собственно говоря, интересует ваше мнение. Я надеюсь, что уже кто-то пишет ответы. Особенно еще раз подчеркну, самое главное, это первый вопрос. Если кто-то не пишет ответы, то предлагаю максимально сконцентрироваться на этих вопросах, потому что именно о них мы сейчас постараемся в течение встречи поговорить. Так, я пока посмотрю, кто у нас сегодня участники. Кемеровская область с нами, я вижу. Так, Ярославская область. Отлично. Так. Ну что же, если будут ответы, то я их прочитаю. Но давайте, чтобы не терять время, мы пока что пойдем дальше. Обычно, когда участников чуть побольше, вот Санкт-Петербург с нами, отлично, то ответы идут быстро. Так, хорошо. Ну что же, в общем и целом, мы с вами постараемся задуматься как раз о этой теме, об этих вопросах. Вот вижу, Оренбургская область, Первомайский район тоже с нами. Так, отлично. И, собственно говоря, во всем этом мы с вами попробуем разобраться. Итак, какие перед нами с вами стоят задачи в обучении говорения в 5-9 классах? Конечно же, это дальнейшее развитие навыков общения. Вот, Ирина ответила по первому вопросу. Дети боятся говорить, и многие сильно комплексуют. Вот этот вопрос мы с вами серьезно как раз сегодня будем разбирать. Потому что, действительно, это самая такая гендерная проблема, самая важная. И, собственно говоря, чаще всего именно за ней кроется огромное количество неудач. Итак, дальнейшее развитие навыков общения. Потому что, как мы знаем, в начальной школе они должны у нас с вами достигнуть по европейскому языковому портфелю уровня А2. То есть, это уровень выживания или даже чуть выше. И, собственно говоря, за 5-9 класс они должны у нас с вами достигнуть уровня B1. То есть, это уже уровень общения, когда они могут спокойно пообщаться на известную им тему по бытовой тематике, по тематике, по теме школы. В общем, по тем темам, которые они затрагивали на уроках. Когда они могут выступать в диалоге, высказываться монологически и обсуждать ту или иную проблему, выступать с докладом. Конечно же, увеличение активного словарного запаса. Как мы с вами знаем, за среднюю школу до конца 9 класса они у нас должны знать 1600 слов, если бы не изменяет память. И, собственно говоря, к сожалению, там не говорится о том, сколько из этих слов они должны знать в пассивном словарном запасе, сколько иметь в активном. Да, наша же задача стремиться к тому, чтобы максимальное количество слов было у них в активном словарном запасе. То есть, здесь речь идет о том, что эти слова они могут использовать в речи, в отличие от пассивного словарного запаса, который они могут воспринимать при письме, на слух, но не могут репродуцировать в своей свободной речи. Так, вот Светлана пишет. Может возникнуть проблема недостатка вокабуляра в процессе говорения. Да, это как раз именно от того, что пассивный словарный запас большой, а активный словарный запас достаточно узкий и недостаточен для активного общения. Также еще бывает такая проблема, когда учащиеся слишком сложно строят свои предложения, хотят выразить мысль, скажем так, слишком объемно. И из-за этого, опять-таки, потом у них возникает проблема с недостатком слов. И, собственно говоря, они сами себе загоняют в тупик. Развитие умений спонтанной речи. Да, это как раз речь пойдет о том, что уметь упрощать свои мысли, уметь быстро решать поставленные задачи, уметь, собственно говоря, спонтанно говорить на английском языке. Развитие умения строить высказывания логически, когда, ну, понятное дело, что спонтанная речь, но то и спонтанная, что время от времени логика теряется. Это, собственно говоря, свойственно даже очень опытным лекторам, политикам, в общем, всем тем, кто связан с общением даже постоянно. Но, тем не менее, очень важно, чтобы все-таки наша с вами речь, речь наших с вами учащихся, вот, была достаточно логичной и минимально, собственно говоря, становилась иррациональной, и несвязной. Так, Ильвира Астраханова пишет, просто заставляет учить тексты. Коллеги, кто-то до сих пор заставляет учить тексты? Напишите, если вы такие есть или знаете о таких случаях, потому что, как бы, в современной методике говорится о том, что это совершенно бесполезно. И, собственно говоря, приводит к тому, что потом на экзаменах наши с вами учащиеся пытаются вспомнить какой-то из зазубренных топиков. И, собственно говоря, в дальнейшем им снижают баллы, потому что экзаменаторы узнают тысяча одну сказку Шахерезада, я имею в виду известные топики. Развитие умений поддерживать обсуждаемую тему и так далее. Да, то есть, тут очень важно, чтобы не было такого, что спросили про Фому, ответили про Ириуму. Такое, к сожалению, время от времени происходит, поэтому даже если во время общения учащийся решит сменить тему, он должен сделать это красиво, если позволяют условия, поставленные на задачи, для того, чтобы не казалось, то, что он просто отвечает совершенно не в попадание. Да, вот Наталья Жаркова спрашивает, зачем, да, зачем учить тексты? Вы знаете, такая старая уже практика, которая, ну, просто должна остаться каким-то эхом и, собственно говоря, уйти в прошлое. Потому что, как показывает практика, как показывает ряд исследований, не приносит это того результата, который нужен. Вы знаете, я, когда учился в институте, и нам преподавали французский язык, нас пытали заставлять учить тексты. У меня это категорически не получалось, у моего одного сокурсника это получалось феноменально. Но при этом ни он, ни я лучше французский язык знать не стали. Ну что же, давайте пойдем дальше. Также мы с вами рассмотрели задачу, теперь посмотрим на трудности при обучении говорения. Как совершенно правильно сказал наш с вами коллега, ученики стесняются говорить на иностранном языке, поскольку боятся сделать ошибки, подвергнуться критике. Мы чуть дальше рассмотрим, и тут еще все связано с психологическими аспектами учащихся 5-9 классов. Поэтому, конечно же, тут много может возникнуть вопросов, и, соответственно, с этой трудностью нам нужно бороться. Об этом, о том, как бороться, мы поговорим на слайдах далее. Но я думаю, что многие из вас могут это отметить, что это одна из самых частых и популярных проблем. Учащиеся не понимают речевую задачу. Это может происходить вследствие того, что, например, они не понимают ряда слов, которые написаны в вопросе или формулировке задания, или же они действительно просто в принципе не понимают, что от них хотят. Поэтому, конечно же, речевую задачу надо ставить очень точно, очень понятно, и нужно стараться убедиться в том, что, скажем так, 99% учащихся группы понимают, что же от них требуется. Потому что, когда учащиеся особенно как раз в этом возрасте 5-9 классе не понимают, что от них хотят, то они у нас с вами уходят в оппозицию и просто не выполняют данное задание, потому что еще ни разу это критическое мышление, и они не осознают, что, скорее всего, проблема в их непонимании, а не в том, что формулировка какая-то ясная или непонятная. Учащихся не хватает языковых и речевых средств для решения поставленной задачи. Это, как мы с вами говорили, когда они не знают энное количество идиом, когда они не имеют в активном словарном запасе достаточно словарный, собственно говоря, запас, когда им не хватает устойчивых знаний тех или иных грамматических явлений. Учащийся не вовлекается в коллективное обсуждение предмета урока по тем или иным причинам. Какие, например, могут быть причины? Это невосприятие данной темы вследствие того, что, например, эту тему они не хотят или не готовы обсуждать. Или же, например, потому что им эта тема категорически неинтересна, непонятна, не затрагивает ни одной нотки души. Учащиеся не выдерживают необходимым количеством продолжительность общения на иностранном языке. Это происходит отчасти от того, что им не хватает языковых речевых средств, от того, что им не хватает запаса слов, от того, что они стесняются говорить на иностранном языке, и поэтому, собственно говоря, не получается какого-то нормальной коммуникации, нормального общения. Это речь идет как о диалогической, так и монологической речи, и, конечно же, и о полеологической речи. Итак, как мы с вами чуть раньше говорили, поговорим о психологических особенностях учащихся пятых-девятых классов. В период отрочества и юности усиливается значимость собственных ценностей, хотя подростки еще во многом подвержены внешним влияниям. То есть, с одной стороны, усиливается то, что мы в итоге называем эгоцентризмом, эгоизмом, но, с другой стороны, хоть они скрывают за всем этим, они очень подвержены внешним влияниям, влияниям одноклассников, влияниям, собственно говоря, каких-то внешних проявлений вашей, влиянию ваших оценок, ваших суждений. Поэтому все это надо учитывать, и вот этот тонкий психологический момент обязательно не упускать из вида. То, что, например, может произойти так, как в свое время происходило с немецким языком, когда вроде очень многие его учили, учили хорошо в школах, а потом пошла мода говорить, что вот, это язык оккупантов, это язык нацистов, и, собственно говоря, стало модно его не учить, и все перестали его учить, несмотря на то, что до 11 класса они должны были заниматься именно немецким языком. В связи с развитием самосознания усложняется отношение к себе. Если в доподростковый период своего развития подростки судили о себе категорично, достаточно прямолинейно, то теперь более тонко. Появляются неопределенные амбивалентные оценочные суждения такого типа. Я не хуже, но и не лучше других. У меня плохой характер, но он меня устраивает. То есть, когда они признают, да, тонкость проявляется еще в том, это еще не супер, скажем так, тонкость, это не хорошо развитое критическое мышление, но, тем не менее, происходит это так, что да, у меня есть какие-то проблемы, да, я испытываю какие-то трудности, но я такой есть, поэтому ничего я в себе менять не буду, переделывать тоже не буду. Люди должны принимать меня таким, какой есть. Я все осознаю, но менять ничего не буду. Это нормально, это проходит каждый подросток. Мы это тоже должны учитывать во время наших занятий, потому что наши занятия связаны с общением, с обсуждением тех или иных тем, поэтому мы с вами с психологией идем, собственно говоря, во обнимку от урока к уроку. Еще психологические особенности. Это мы разобрали пятый, седьмой класс. Что же происходит в девятом, в восьмом классе, и даже немножко затронем и десятый класс. В девятом классе возрастает тревожность, связанная с самооценкой, то есть уже критическое мышление начинает нарастать, то есть какие-то проблемы пубертатного периода возникают. Учащиеся чаще воспринимают относительно нейтральные ситуации, как содержащие угрозу их представлением о себе, из-за этого переживают страх, сильное волнение. Повышение уровня такого рода тревожности по сравнению с восьмым классом вызвано главным образом особым положением выпускного класса, предстоящего впереди экзаменами, и отбором десятый класс, и, возможно, началом нового жизненного пути. То есть они очень в этом возрасте сложно воспринимают критику, сложно воспринимают какие-то нотации, потому что они все воспринимают слишком близко к себе и к сердцу. Даже когда вы что-то говорите другому ученику, каждый из них может воспринять это на себе и примерить это на себя, и принять слишком близко к сердцу. Поэтому это тоже нужно учитывать, и нужно, собственно говоря, аккуратно ко всему этому подходить. В этот период заканчиваются формироваться основные навыки построения речи и коммуникативного поведения. Поэтому нужно постараться, чтобы к этому времени у них был достаточно словарный запас, чтобы они владели тем, как правильно говорить, как вежливо говорить, как выражать ту или иную эмоцию. Все это очень важно, потому что дальше все это поменять будет крайне сложно. Каким может быть решение всех этих проблем, хотя бы частью решений, что имеет смысл предпринять и изменить в тактике преподавания и, собственно говоря, обучения говорению. Во-первых, конечно же, поправлять ошибки в конце диалога и монолога. То есть иногда у нас с вами такое бывает, что мы начинаем поправлять их прямо во время их выступления монологического или во время того, как они общаются друг с другом. Это очень сильно сбивает учащихся, это делает речь крайне искусственной, слишком учебной и, собственно говоря, вызывает страх того, что буквально через секунду нас с вами перебьют, начнут объяснять, как правильно. Давайте вспомнить всегда о том, что во всех критериях и к ОГЭ устной части, и к ЕГЭ есть достаточное количество возможностей для ошибки без снижения баллов, для каких-то неточностей. Что самая главная задача там стоит, это решение коммуникативной задачи. Все мы и в родной речи ошибаемся, и, собственно говоря, это является данностью любого языка, что когда даже носители языка время от времени ошибаются в тех или иных предложениях, выборе грамматических, явлениях, правильном произношении, ударении. Поэтому, если вы видите какие-то ошибки, если их много, им имеет смысл записать, если их немного, то можно запомнить и в конце, собственно говоря, их выступлений попросить повторить, например, правильно. Указав, какие были неточности и сказав, что да, конечно, коммуникативная задача решена, но можно же сделать и правильнее, и лучше, поэтому вот. Тогда, скорее всего, они не будут бояться сделать ошибку, бояться, что их перебьют, и будут намного увереннее себя чувствовать во время выступлений. Плюс, опять-таки, у них не будет возникать такого ощущения, что, ах, ох, какое там грамматическое явление, какое правильное ударение мне нужно поставить в том или ином предложении, которое я придумываю, а что мне делать, а я забыл, я не знаю, а просто будут говорить на иностранном языке. Напишите, пожалуйста, кто из вас поправляет ошибки во время выступления, кто в конце. Ругать не буду, мы не для этого собрались, просто интересно, кто и какую тактику выбирает. Так, вот Наталья Жаркова пишет в конце, остальные коллеги тоже не стесняйтесь, тут буквально два слова. Нет никаких проблем, если вы напишите, что вы поправляете в ходе выступления. Поскольку, ну, к сожалению, это очень распространенная практика и, собственно говоря, не всегда просто смотришь на эту проблему с разных сторон. Я тоже когда-то поправлял учащихся во время выступления, ну, собственно говоря, потом стал углубляться в эту проблему и изменил тактику работы. Так, значит, Эльвира Астраханова пишет, всегда в конце. Светлана пишет, стараюсь поправлять в конце, так как не хочется перебывать с речью студентов. Совершенно верно. Если for fluency, то в конце, а если не for fluency, то получается в середине. Ну, опять-таки, попробуйте тоже поправлять в конце какое-то время, посмотрите, какие будут результаты. Так, учитывая тот факт, что говорят дети должны на экзамен не при... А, да, экзамен непрерывный. Да, совершенно верно, это тоже нужно помнить, поэтому имеет смысл не перебивать. Так, после того, как ребенок высказался, не хочется перебивать. Помечаю ошибки, потом даю пояснение. Да, вот совершенно верная тактика, которая принесет свой успех и не даст ученику впасть в панику, что его буквально через секунду перебьют, начнут поправлять, и что, собственно говоря, ему нужно думать только о том, как бы не... Собственно говоря, сделать бесконечное количество грамматических или речевых ошибок. Хорошо. Конечно же, важно ставить ясные задачи, давать точное пояснение к ним. То есть, если вы видите, что какая-то формулировка заданий вызывает трудности у учащихся, если вы видите, что им сложно справиться, сложно в понимании та или иная формулировка, то нужно предпринять все необходимые меры, для того, чтобы все-таки они понимали свою задачу, они понимали, что от них хотят. Опять-таки, помимо того, что давать ясные задачи и точные пояснения очень важно давать интересные задачи. То есть, если эта тема будет им крайне не близка, неинтересна, то говорить о каком-то продуктивном качественном общении не приходится, поскольку очень сложно говорить о той проблеме, которая нам с вами не интересна. Например, представим такую ситуацию, вы терпеть не можете политику, не смотрите новостей, стараетесь себя всячески от этого оградить. Тут к вам подходит человек и говорит, вот, а вы вот там за кого, а как вы думаете по этой или другой проблеме? Да никак он не думает, вы, собственно говоря, не думаете, потому что эта тема вам неинтересна. И, собственно говоря, все, что вы постараетесь сделать, это как можно быстрее закончить разговор. Поэтому, конечно же, нужно стараться использовать такие темы, такие задания, которые будут интересны учащимся, которые им будет интересно обсудить. Да, конечно, у нас не все темы, скажем так, вызывают бурный интерес у учащихся, но всегда можно попробовать обсудить ее под каким-то интересным углом, с какой-то интересной стороны. Тогда все пойдет намного проще и веселее. Так, Светлана пишет. Как вариант можно заинтересовать учащихся ролевой игрой? Дать им представить себя реальными участниками коммуникации. Ролевые игры – это вообще огромный кладезь. Спасибо большое, Светлана, что о них напомнили. Поддерживайте эту, собственно говоря, идею. Ролевые игры приносят очень много пользы. Мы с вами на примерах сегодня это тоже увидим. Я не устану говорить, что действительно это крайне удобно, потому что учащимся удобно прятаться за роли, надевать на себя какие-то маски. Опять-таки, в ролевых играх чаще всего есть карточки ролей, какие-то пояснения, намного проще справиться с поставленной задачей. И вообще, это не просто так называется игра, потому что это и воспринимается как игра, а играть любят все, да и даже взрослые люди. Показывать речевые клише и как их гармонично использовать в речи. Тоже очень важный момент, когда мы рассказываем о каких-то идиомах, которые можно использовать в речи, о каких-то действительно речевых клише, о каких-то тонкостях и хитростях во время общения. Например, очень часто учащиеся любят говорить слово ну по-русски, а потом продолжать на английском языке. Это очень распространенное такое явление. Можно их научить, что вместо этого по-английски нужно сказать well, например, улыбнуться, глубоко вдохнуть, выдохнуть и тем самым дать себе время, причем время, которое не будет потрачено зря, на то, чтобы сформулировать свой ответ по той или иной теме. Значит, темы для обсуждения должны быть актуальными интересными для данной возрастной группы, мы об этом говорили. Расширять активный лексический запас, опять-таки, об этом мы тоже много говорили. Конечно же, нарабатывать грамматические знания и умения для того, чтобы правильно и верно употреблять все это в речи. Давайте рассмотрим примерные критерии оценивания уровня развития науков говорения, потому что очень часто и очень много идет споров по данному вопросу. Очень сложно оценивать навыки говорения на уроке, потому что очень сложно потом перепроверить, насколько действительно ответ соответствовал, не соответствовал, поэтому бывает большое количество споров. Поэтому давайте попробуем рассмотреть такую очень примерную систему оценивания, критерии оценивания, но возможно такие критерии помогут вам в дальнейшем оценивать работу в пятых тире ну скажем так точно восьмых классах. В девятом классе можно брать критерии из ОГУ сной части и ориентироваться уже на них. Итак, оценка пять ставится в том случае, если общение осуществилось в высказывании учащихся соответствовали поставленные коммуникативные задачи, то есть опять-таки на самое главное место ставится решение коммуникативной задачи, и при этом их устная речь я бы не сказал полностью, а соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных требований для данного класса. То есть что действительно максимально все было хорошо, было мало количества ошибок, каких-то оговорок, тогда можно смело поставить оценку 5. Оценка 4 ставится в том случае, если общение осуществилось в высказывании учащихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче, и при этом учащихся выразили свои мысли на иностранном языке с незначительными отклонениями от языковых норм. То есть допустим, если там больше 3-4 ошибок, каких-то отклонений, то уже имеет смысл задуматься оценке 4. А в остальном их устная речь соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных требований для данного класса. Оценка 3 ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания учащихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче, и при этом учащиеся выразили свои мысли на иностранном языке с отклонениями от языковых норм, не мешающими, однако понять содержание сказок. То есть коммуникативная задача решена, но очень косноязычная, очень слабая, но она тем не менее решена. Соответственно, можно поставить 3. Оценка 2 ставится в том случае, если общение не осуществилось, или высказывания учащихся не соответствуют поставленной коммуникативной задачи, то есть один говорил про фаму, другой про ерему, учащиеся слабо усвоили пройденный языковой материал и выразили свои мысли на иностранном языке с такими отклонениями от языковых норм, которые не позволяют понять содержание большей части сказанного. Вот такими примерными критериями вы можете пользоваться при оценке навыков говорения во время уроков. Теперь давайте посмотрим на примеры, причем посмотрим мы не только на примеры разных учебников, но посмотрим на разные системы обучения говорения. И для начала рассмотрим систему обучения говорения в happyanglish.ru где используется путь от языка к речи. Опора идет на родной язык с последним уменьшением доли использования родного языка. Посильность, поэтапность формирования навыков используется, то есть мы идем от простого к сложному, причем с учетом возрастных особенностей и ранее полученных навыков. Используется наглядность, многократность повторения изученных языковых структур и речевых моделей. Проблемные задания используются репродуктивного характера. Так, мы можем встретить в пятом классе очень интересное актуальное задание для учащихся, где им нужно найти свой путь в аэропорте, изучить различные таблички в аэропорту, познакомиться с необходимой лексикой. Это, собственно говоря, будут хорошие предтекстовые задания, задания, которые предваряют работу перед говорением. Нарабатывается лексика, она активизируется и затем им нужно ответить на вопросы, которые вы можете задавать, вы могут задавать другие учащиеся. Это задания три. Вопросы, например, такие. What can you do at the information desk? What can you do at the ticket office? What can you do at the currency exchange? и так далее. Вопросы, с одной стороны, однотипные, но с другой, опять-таки, прорабатывается новая лексика, прорабатываются навыки общения, причем это могут быть как краткие монологические высказывания, так и идеологическая речь, если кто-то из учеников задает эти вопросы и получает на них ответы. HappyEnglish.ru для шестого класса мы можем встретить вот такое интересное упражнение на развитие диалогической речи. In P.S. Ask and answer questions and find out. What does your friend's mother look like? Who does she look like? What does your friend's father look like? Who does he look like? Who does your friend look like? good упражнение которое помогает научить развить навыки описания тех или предметов людей животных хороший вариант хорошее упражнение для развития навыков диалогической речи тем более что есть еще и образец пример которым мы можем воспользоваться как опорой то есть у них есть все возможности чтобы разобраться что от них хотят в задании и собственно говоря это задание будет для них посильным в девятом классе нам предлагают создать диалог о том как пройти к тому или иному месту для этого у нас есть собственно говоря парка небольшой кусочек карты Нью-Йорка и мы должны собственно подсказать используя те слова и фразы которые есть перед нами с вами в conversation для того чтобы объяснить допустим как мы находясь в точке А можем добраться до точки Б очень хорошее полезное задание жизненное потому что очень часто за границей или же иностранцы приезжая к нам будут спрашивать дорогу интересуются как пройти к тому или иному месту и собственно говоря это будет крайне актуальной темой для общения в девятом классе давайте теперь посмотрим на систему обучения говорению в New Millennium English идет идет у нас с вами введение лексики через контекст то есть мы узнаем ее в ходе не каким-то отдельным словарем или же какой-то выдержкой а именно основная масса лексики у нас включается в контекст и мы даем возможности учащимся догадаться о чем же идет речь и что означает то или иное слово используются песни и рифмовки для введения структуры формирования фонетических навыков используются игры для тренировки лексики и структур используется метод изготовления поделок то есть такая небольшая проектная творческая деятельность и используется персонализация давайте посмотрим как это все у нас с вами происходит на практике например в New Millennium English для 6 класса мы с вами можем увидеть вот такое упражнение которое как раз будет направлено на персонализацию Say what you and your friend both like both have and both do well также дается пример пример example we both like computers we can both swim или предлагается использоваться heaven common we are both calm то есть вводится новая структура таким образом да нам дается в таблице примеры и есть возможность попробовать как-то объединиться между собой найти какие-то схожести схожие интересы это будет полезно для учащихся шестых классов с точки зрения психологии с точки зрения развития науков говорения на английском языке восьмом классе очень много интересных упражнений мы можем увидеть на данной странице например упражнение 3b где нам необходимо выполнить такое задание cover the picture and the story mps ask and answer questions да то есть мы задаем вопросы мы работаем в формате диалогической речи у нас есть пример который помогает понять что же от нас требуется поэтому есть все возможности для того чтобы наладить хорошее диалогическое общение по актуальной теме дальше предлагается сыграть в игру очень хорошую интересную потому что будем задействованы мы с вами как учителя значит задание такое play what were you doing when the teacher came in my different actions and stop when your teacher comes in check your teacher's memory correct your teacher if he she can't remember поскольку задействован учитель есть возможность скажем так немножко его проверить то у учащихся это вызовет бурный интерес и они с удовольствием будут общаться по данной теме формы говорения давайте вспомним у нас с вами есть монологическая речь диалогическая речь и полиологическая речь все эти собственно говорят три варианта речи у нас с вами развиваются в учебниках как happyenglish.ru так и newmillennium давайте посмотрим как это происходит но для начала разберем поэтапно особенности каждой речи итак особенности монологической речи вырабатываются языковые автоматизмы проходит обучение отбору языковых средств соответствующих цели коммуникации направлена она на развитие умений инициативной речи сознание говорящего концентрируется на содержании высказываний и монологическая речь может быть как подготовленной когда они знали задание заранее накидали себе какие-то важные опорные фразы план выступления так и спонтанно когда здесь и сейчас им дали тему для общения и собственно говоря они высказываются по той или иной проблеме развитие монологической речи в 5-7 классах предусматривает владение следующими умениями это кратко высказываться о фактах и событиях используют такие коммуникативные типы речи как описание повествования и сообщения а также эмоциональные и оценочные суждения которые они очень как раз у нас с вами любят делать очень любят у нас чаще раздавать оценки и выражать свои эмоции передавать содержание основную мысль прочитанного с опорой на текст делать сообщения в связи с прочитанным прослушанным текстом высказывать например свое мнение о том что они прочитали очень важный момент важный критерий то что объем монологического высказывания предполагается до 80 фраз то есть если они сказали от 5 до 10 фраз это нормальное хорошее монологическое высказывание ученика 5-7 класса в 8-9 классе кратко высказываться о фактах и событиях используя основные коммуникативные типы речи описание повествования сообщения характеристика эмоциональные и оценочные суждения передавать содержание основную мысль прочитанного с опорой на текст все так же у нас идет опора на текст делать сообщения в связи с прочитанным текстом выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному или услышанному чему не было в 5-7 классе объем монологического высказывания уже до 12 фраз то есть если они с вами сказали от 8 до 12 фраз то все замечательно все очень даже хорошо как это происходит на практике опять-таки вернемся к этому примеру когда нам предполагается метод ситуационного анализа это упражнение 2 или же например а нет прошу прощения сейчас мы с вами посмотрим на упражнение 3 опять-таки дается нам с вами пример каким может быть данным логическое высказывание то есть нам предлагается оценить ситуацию здесь сейчас и попробовать рассказать почему те или иные ученики подходят для того чтобы играть братьев или сестер в новом фильме причем хочу отметить что опять-таки дальше тренируемся мы выражать использовать выражение со словом выражение со словом both в happyenglish.ru очень хорошее упражнение которое кстати крайне реалистичное которое предлагается выполнить в пятом классе и must meet a stranger at the airport how you are going to recognize him or her give you ideas да здесь соответственно мы должны рассказать о том как мы будем встречать незнакомого человека что нам для этого потребуется как мы сможем быстро узнать друг друга и в каких ситуациях например тот или иной способ будет более эффективным в тестах и домашних заданиях мы также можем встретить задания которые будут связаны с логическими высказываниями например project start a hobby club то есть проектной деятельности мы видим задание наговорения расскажите о своем хобби пригласите одноклассников вступить в свой клуб и ответьте на их вопросы то есть соответственно нам предлагается заинтересовать одноклассников своим клубом показать его плюсы и дальше мы переходим к диалогической речи когда нам говорится о том что одноклассники могут задавать какие-то свои уточняющие вопросы особенности диалогической речи это конечно же устная форма общения есть свойственная краткость высказываний спонтанность неожиданность мы никогда не знаем какой вопрос нам зададут далее в этом есть большой плюс потому что тогда мы можем увидеть реальные навыки общения наших с вами учащихся экспрессивность то есть использование разговорных формул клише и будет очень замечательно если они будут знать слово сочетание это очень очень важно и свободно от строгих норм речи синтаксическое оформление высказывания например нам предлагается разыграть ролевую игру как мы вот с коллегами уже говорили ролевые игры очень полезны очень хорошо воспринимаются учащимися и если вы собственно говоря с пятого класса уже привыкли приучили учащихся использовать и работать в таком формате то никаких проблем уже в дальнейшем не будет они будут прекрасно понимать что от них требуется итак roleplay this situation when you and your friend are going to visit the national marine aquarium in Plymouth use the role cards the teacher gives you то есть раздаются ролевые карточки и каждый должен в соответствии с той карточкой которую мы раздали тем под заданием которое они увидели рассказать о том как вы собственно говоря они собственно говоря хотят посетить вот этот национальный аквариум в Плимонте морской аквариум итак давайте с вами пойдем немножко дальше еще один интересный пример из New Millennium English для девятого класса где нам нужно создать разыграть диалог по очень актуальной теме make up and act out a possible conversation between a reservation and a hotel guest соответственно это очень частая ситуация многие из них и я надеюсь что и вы попадали в гостиницы за границей да и очень часто вот по таким темам происходит общение собственно говоря с граничным ательером и очень хорошо когда у нас учащиеся тем более уже девятого класса могут решить ту задачу которая поставлена перед ними когда они общаются с клерками администраторами в гостинице предлагается следовать следующих шагов они описаны они перед вами и расспросить собственно говоря по этим темам клерков получить какую-то исчерпывающую информацию давайте теперь рассматриваем особенности палеологической речи во-первых она включает элементы и монолога и диалога потому что время от времени кто-то может достаточно долго выражать свою мысль долго не от того что он не понимает коммуникативная задача ему сложно говорить на английском языке от того что действительно идет развернутый ответ требует высокую концентрацию внимания потому что нужно следить за тем что происходит вокруг учащегося кто о чем говорит и нет и не терять нить общения в учебных ситуациях максимально приближено к реальной жизни то есть это дает возможность действительно ощутить те реальные вопросы и задачи как это все будет происходить в жизни привносят спонтанность в речь поскольку бывает такое что в диалогической речи мы долго стоим думаем но особенно учащийся придумаем наконец-то что ответить наш второй учащийся сидит такой или стоит ждет ну когда же оно случится и собственно говоря даем ответ в диалогической речи так долго думать не получится потому что обязательно кто-нибудь уже перейдет к этой идее и собственно говоря ответит уже то что мы только что хотели сказать или задаст вопрос который мы хотели задать в данный момент очень важно показать вариативность ответов это касается и идеологической и эмологической и полеологической речи например на такой таблице I like this book very much so do I what is it about или такой вариант ответа and I don't да то есть показать к чему ведут данные ответы в чем у них разница и рассказать о том что всегда есть несколько вариантов ответа давайте теперь посмотрим на следующий пример я вижу что у нас стало намного больше коллеги не стесняйтесь пишите комментарии давайте обсуждать примеры там нравится они вам не нравятся вообще никак допустим не задевают вот не стесняйтесь следующее задание из happyenglish.ru как раз направлено на полеологическую речь здесь требуется вот что выполнить working groups discuss the following what do you think about success and fame are they a guarantee of happiness would you like to be famous report your conclusions to the class как мы видим здесь требуется именно обсудить это в группах малого сотрудничества и имеет смысл конечно же не делать эти группы из двух человек а все-таки заставлять работать допустим в группах из четырех человек так все будет намного качественнее так будет интереснее и у них будет намного больше идей для того чтобы выработать свою общую стратегию отношения к данной проблеме в New Millennium English для восьмого класса мы можем увидеть такой пример то есть нам нужно выполнить несколько шагов прийти к общему решению заключению и собственно говоря сообщить о нем одноклассникам если одноклассники будут задавать вопрос как же вы пришли к этому мнению это будет самый замечательный момент и собственно говоря тогда это упражнение будет на мой взгляд проработано просто от и до какие приемы обучения к говорению чаще всего используются описание найди отличия либо сходства ролевые игры как мы с вами говорили имитационные модели информационные пробелы когда нам нужно чем-то заполнить мозговые штурмы которые мы с вами практически каждый урок проводим рассказывание истории интервью рассказывание истории о себе завершении какой-то истории рассказ по картинкам дискуссии или например прием горячий стул когда мы сажаем на горячий стул на ученика все остальные в роли журналистов должны расспросить его по той или иной теме а этот человек должен загадать себя кем-то чтобы выразить допустим позицию министерства здравоохранения или министерства культуры по той или иной теме которую задаете собственно говоря вы еще одно задание которое требует от нас с вами работы в группах по 3 или 4 человека то есть нам требуется поработать в группах по очереди показать свои фотографии одноклассникам и у наших одноклассников есть 5 минут чтобы подготовить вопросы к фотографиям а нам необходимо ответить на заданные вопросы очень хорош поэлогическое задание которое предполагает активное общение по актуальной для них теме в 8 классе мы можем встретить вот такое задание связанное с Днем Святого Валентина учащихся это очень сильно обычно интересует да то есть нам нарисована картинка происходит какой-то хаос и собственно говоря нам нужно сказать что 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 же произошло в тот момент когда мистер Грэмс вошел в класс да то есть это будет логическое высказывание на тему того что кто-то там дерется кто-то сидит на полу кто-то разбрасывает бумажки кто-то плачет что все это конечно же серьезный момент который можно описывать пусть картинка очень многогранная здесь и есть что описать и о чем поговорить так давайте пойдем дальше в new millennium english для восьмого класса мы также можем встретить вот такое задание на палеологическое общение которое еще и имеет схему которая помогает не превратить палеологическое общение в балаган потому что очень часто наши с вами учащиеся когда им ставишь задачу пообщаться в группе не слышат друг друга переводят друг друга то есть это привычка которая пошла от собственно говоря нашего с вами телевизии где по первым трем-четырем каналам бесконечное количество времени проводится так называемый ток-шоу но на самом деле это проводится шоу полемики когда главная задача каждого перекричать другого можете ярко привести этот им пример сказать что такой задачи как раз перед ними не стоит стоит задача пообщаться по той схеме которая предложена в данном задании как мы видим с вами она очень логичная она очень лаконичная и доступная для понимания восьмиклассника задания скажем так связана возможно как ино-диологическую так ино-пиологическую так ино-монологическую речь в зависимости от того какие задачи вы поставите перед учащимися в happyenglish.ru для восьмого класса нам нужно быть готовыми поговорить о российских газетах и использовать вопросы как план мы это можем обсудить в группе мы это можем обсудить мало групп можем разыграть диалоги можем просто предложить высказаться монологически после этого дать возможность ответить на те или иные вопросы вопросы такие what kind of newspaper is it do you buy it or borrow it from someone можно добавить что например такой вопрос or you read it in internet how reliable is the information in need what does the newspaper write about are the many photos and interact intergring headlines in it и так далее то есть вопрос хороший интересный есть что обсудить так вот спрашивают как притяниться к чату вы уже в чате Наталья Стрельникова поскольку я вижу ваше сообщение вы уже тут и собственно говоря общаетесь так хорошо ролевые игры да не просто такая собственно говоря о них много говоря они очень интересны и полезны не миллион инглер лишь для пятого класса мы можем встретить вот такую ролевую игру которая будет направлена на развитие пилологической речи в данном случае ролевая игра опять-таки структурирует общение дает распределяет роли дает возможность не превратить это в полемику в какой-то балаган и собственно говоря помогает учащимся спрятаться за роли и выражать не свое мнение о мнении своего героя значит задание такое you are going to be time travelers and visit different times and places in a time machine make up groups of four leave the row cards and choose your roles да роли такие навигатор археолог историк и конечно же капитан то есть у каждого стоит своя задача собственно в карточке роли так им намного проще наладить качественное общение подводя итоги для развития навыков говорения необходимо учитывать психологические особенности подростков так мы с вами разобрали я надеюсь что вы со мной согласны если вы не согласны или например у вас есть какие-то дополнения не стесняйтесь пишите об этом применять различные приемы обучения говорения используют все возможности УМК применять УКП и ТСО как современное средство по возможности конечно же это будет только помогать что можно применять можно применять различные собственно сайты музеев которые предлагают нам онлайн экскурсии да я на каком-то из вебинаров показывал что можно собственно говоря продумать такие экскурсии по тем или иным местам дать возможность провести их на английском языке можно применять также сайты для того чтобы выдавать там карточки ролей то есть есть очень много интересных возможностей которые имеет смысл изучить и взять то что вам будет интересно и легко в использовании по возможности опять-таки при оборудованности класса это тоже будет очень полезным очень важно помнить о том что конечно же нужно активно развивать речные уроки максимально давать возможность общаться учащимся на уроке не стоит упускать из вида такое важное важное направление как обучение говорению поскольку дома даже если вы знаете я как репетитор стал сталкиваться с заданиями когда на дом задают задания на говорение вот на дом это задавать но если только это не подготовить какое-то монологическое выступление ну как-то крайне получается для меня это звучит крайне скептически наоборот на дом лучше задать какие-то письменные задания грамматические задания которые можно потом проверить которые отняли бы очень много времени на уроке а урок используют для того чтобы максимально много заниматься аутированием и говорением и в меньшей уже степени письмом и например чтением особенно уже там с класса седьмого поскольку они все это могут прочитать дома и выполнить необходимые задания и прежде чем мы с вами закончим нашу встречу я хотел бы сделать несколько приятных объявлений значит 9 декабря 2018 года у нас пройдет международная научно-практическая онлайн конференция по теме современной технологии в обучении английскому языку то есть это соответственно будет такой тоже на этой площадке вебинар на котором мы будем слушать различные выступления наших с вами коллег и нас как постоянных лекторов и также хочу вам напомнить о том что мы собственно говоря принимаем заявки на выступление все подробности есть на englishteachers.ru также эти подробности есть у нас с вами в группах издательства титул это вконтакте фейсбуке поэтому присоединяйтесь вот спасибо большое админу за то что дали прямые ссылки как раз на ту тему где мы рассказываем о том что же мы хотим от спикеров и как им стать конечно же спикерам будут выдаваться сертификаты о том что они выступали на данной международной научно-практической конференции поэтому я думаю что это вам будет интересно и как слушателям и как возможно спикерам обычно получаются очень интересные полезные выступления также приглашаем вас на семинар тренинг инновации технологии в работе учителя английского языка Innovations and Technologies in ALT которая пройдет 30 ноября в Москве это пятница стоимость участия сейчас уже все скидки прошли 2500 рублей вы получите удостоверение повышения квалификации установленного образца на 16 часов это будет государственный документ который вы сможете закрыть 16 часов собственно говоря при аттестации на повышение квалификации и что очень приятно у нас очень интересные спикеры одну лекцию проведет Петр Степичев и еще две лекции проведет Рон Морейн с которым вы могли познакомиться 14 ноября на бесплатном вебинаре это очень интересный лектор соответственно все будет на английском языке и собственно говоря я думаю что это будет вам очень интересно и полезно присоединяйтесь отзывы о предыдущем семинаре вы можете посмотреть у нас на English Сейчас .ru вы можете посмотреть их и в группах ВКонтакте вы можете посмотреть как это было в прошлый раз на Фейсбуке коллеги очень довольны есть видео отзывы поэтому конечно же присоединяйтесь не выпускаете такую возможность мы с удовольствием там будем вас ждать у вас будет возможность пообщаться и со мной соленой линейной козечью которые там будут и конечно же с лекторами а также только три дня у нас проходит черная пятница как и во многих магазинах да в интернет магазине титул на все товары дается скидка скидка достаточно большая только 23 сегодня 24 и завтра 25 ноября поэтому не упускайте такую возможность присоединяйтесь к собственно говоря к тому чтобы приобрести что-то интересное полезное для себя также у нас в соцсетях проходят конкурсы репостов разыгрывается тренажер по чтению слова и фразы да в конкурсе репостов вы можете получить эту книгу абсолютно бесплатно если выиграете он проходит у нас в нашей социальной сети вконтакте поэтому присоединяйтесь мы будем очень рады если вы выиграете данную книгу ну что же на этом у меня сегодня все я надеюсь вам понравилось я надеюсь вам было не жалко свое время потрачено в субботу и я хочу только рассказать теперь как получить сертификат значит бесплатный сертификат вы можете получить очень легко и просто собственно говоря как мы его раньше получали также у вас есть возможность получить напечатанный сертификат три простых шага да вот такой вот там будет собственно вбитый номер вашего электронного сертификата он будет точно так же легко проверяться итак как его получить значит нужно получить сначала электронный сертификат по ссылке указанной в чате ссылку и код я вам сейчас дам далее если вам нужен еще и печатный сертификат в свободной форме отправьте свой электронный сертификат с просьбой о том что вы хотите получить печатный сертификат и почтовым адресом фамилии и отчеством на connectsobacanglish.ru далее вам придет счет на 150 рублей и вы получите собственно говоря еще и печатный сертификат так сейчас я вам дам код для скачения сертификата буквально одну секунду и собственно говоря вы сможете получить сертификат и собственно на этом мы закончим нашу с вами встречу я надеюсь что вся информация которая была сегодня для вас показалась полезной интересной приглашаю вас на дальнейшие и мои вебинары и вебинары моих коллег спасибо большое всего доброго и до новых и до новых и до новых до новых и 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 до новых Продолжение следует... 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 Продолжение следует...